Всем привет, дорогие друзья, и сегодня для вас мы подобрали тройку ресурспаков под аниме. То есть, берется аниме, на его основе создается ресурспак, и мы на него смотрим и говорим, да, это точно то, что нужно для наших подписчиков. Итак, друзья, первый ресурспак, так скажем, третье место, это ресурспак Тетрадь Смерти. Как вы можете видеть, переработана даже менюшечка, выглядит она в стилистике данного аниме, кнопочки у нас подкрашиваются красненьким, это, ну, довольно-таки атмосферненько. Создаем новый мир и отправляемся в выживание в Майнкрафте в стиле Death Note. Конечно, в Тетрадь Смерти нам никого записать не получится, если только Крипера, али Паучка какого, но тем не менее. Итак, видоизменяется у нас прицел, вот так вот выглядят в принципе текстурки. Сейчас я нахожусь на версии 1.8, два места из нашего, так сказать, топа будут на версии 1.8, один ресурспак на версии 1.16.5. Это как раз будет первое место, по моему сугубо личному мнению. Итак, цветочки у нас переработаны, все, конечно, красиво, все хорошо, но надо как-то более детально рассмотреть данный ресурспак. Итак, что у нас видоизменяется? Это в основе своей наше замечательное менюшко. Здесь у нас EGAMI Lite, здесь у нас L, собственно, Kira и L. Здесь они вот так вот подписаны. С моей точки зрения, немножечко, немножечко данный фон, бэкграунд отвлекает от того, что у нас находится здесь. Допустим, стекло не видно вообще. Декоративные блоки, ну, также видоизменены. Все немножечко сглажено под стилистику аниме. Не конкретного аниме, а в общем. В общем, я сейчас говорю. И если мы посмотрим на мир, на те же деревья, они мало чем видоизменены, потому что это все-таки Майнкрафт. Это кубы. Да, листву немножечко пригладили, сделали стилизованной, но, тем не менее, здесь это выглядит гораздо круче. Следующие механизмы. Они также видоизменены. Все немножко сглажены углы для того, чтобы стилистика аниме сохранялась. Но больше всего радует, конечно, динамит, на котором красуется логотип аниме Death Note. Вот, давайте возьмем огниво, подожжем его. Я не думаю, что у нас будет видоизменяться взрыв. Кстати, стилизованная огниво, прикольно. Вот. Но посмотреть нам никто не помешает. Хотя нет, взрыв видоизменился. Теперь это не огонь, это некий дым. Олицетворение как раз-таки смерти. Вот. Смерти в плане богов смерти, да. Вот все в стилистике аниме. Жемчуг Эндера у нас очень сильно видоизменился. Это у нас логотип L, который почему-то бешено вращается. Почему, я не понимаю. Выглядит довольно-таки прикольно. Книга и перо выглядят как та самая тетрадь смерти из аниме. Вот сюда мы как раз-таки можем записывать всех, кто нам не угоден. В принципе, ради прикола, когда идешь сражаться с монстрами, можно записывать их. Как, допустим, скелет умрет от трех попаданий стрелы в голову. И хлоп в тетрадочке записали и точно так скелетикой и прикончили. Ну, если, да, следовать канону аниме. Что еще из измененного? Самое главное, это, конечно же, оружие. Оно также у нас стилизуется и бонусом становится более красивым. А также на нем появляются герои данного аниме. Ну, во-первых, лук в стилистике Death Note. Летящий след оставляет логотип L. На железном мече у нас, опять же, красуется L. На деревянном мече пособница Ягами Лайта. Она же Кира 2. Здесь у нас Нира, преемник L. Здесь сам Кира. И это у нас алмазный меч. Ну, получается, самый сильный меч в ванильном Майнкрафте, да? И как раз-таки на нем красуется главный герой. А на золотом мече... Ну, сам бог смерти, Рюк. Прошу любить и жаловать. Выглядит довольно круто. Мне очень нравится. Всем рекомендую. Вот. Сейчас давайте посмотрим еще на существ. Изменяются они как-то или нет. И пойдем ко второму месту нашего топа. Итак, жители. У них немножечко, вроде как, увеличены глаза под стилистику аниме. Довольно забавно. Магмовый куб оставляет белое пламя вокруг себя. То есть, над этим тоже поработали. Это довольно прикольно. Ведьма не видоизменена. Хотя, вот, ну, жалко. Я был бы рад, если бы ее видоизменили. Вот. А свинозомби у нас ходят с мечом, на котором красуется Рюк. Вот это круто. То есть, все-таки, некоторые мобы подверглись переработке. Такие, как магмовый куб, свинозомби, да. Это прикольно. То есть, автор данного ресурспака постарался. Постарался для того, чтобы, во-первых, немножко у нас появилась стилистика аниме. Благодаря более сглаженным предметам, да. Во-вторых, поработал над частью предметов, чтобы они прямо-таки отсылали нас к аниме. Что ж, едем дальше и второе место. На втором месте находится ресурспак под названием Kawai World. Это прямо-таки прямейшая отсылочка к аниме. Ня-Кавай выглядит довольно мило. То есть, если предыдущий ресурспак по тетради смерти у нас выглядел атмосферно, выдержанно в стилистике аниме, то данный ресурспак, он просто-просто отсылает нас к атмосфере аниме. Все такое няшное. Вплоть до солнышка. Когда у нас ночь, я сейчас вам продемонстрирую, у нас будет на небе полумесяц вместо квадратной луны. Итак, давайте выставим Time Set Night. И вы только полюбуйтесь на это. Как же прикольно это все выглядит. Но это из таких кардинальных вещей, изменений, которые можно заметить сразу. Также можно увидеть, что у нас видоизмененное менюшка. Но данный ресурспак, в отличие от предыдущего, поработал более глубоко с окружающим миром. Здесь не так сильно сглажены текстурки, но зато вы только посмотрите на этих хрюшек. У них большие анимешные няшные глаза. Мод полностью оправдывает свое название. Няковай. Давайте посмотрим на предметы. Интерфейс видоизменился. Как мы видим, предметы не затрагивались в данной модификации. На них особо упора создатель не делал. Но все-таки второе место я дал за проработку именно окружающих существ. Потому что сами сейчас увидите, как некоторые существа были переделаны. Так, возьмем тех, кто я точно переделал. Это я точно знаю. Так, не ты, не ты, не ты. Есть здесь ведьма. Вот, ведьма. Ведьмочка переделана прям качественно. Мне очень понравилось на самом деле. Надеюсь, понравится и вам. Житель, не помню. Ну и лошадь, давайте посмотрим. Итак, крипер выглядит теперь у нас вот таким вот образом. Его даже бояться как-то неловко, потому что такое большеглазое существо с сердечком на груди навряд ли может причинить тебе вред. Ну, по крайней мере, так думаешь, глядя на него. Скелет также выдержан в аниме стилистике. Имеет большие глазки. Выглядит довольно крипово, если честно. То есть Несмотря на то, что ему сделали большие глаза, он все-таки похож на кого-то, ну, на какой-то мракобесие. Ну, это, опять же, мое личное мнение. Дальше. Следующий у нас это Паук. Тоже видоизменили. Попытались сделать милым, но сейчас он даже выглядит немножко более брутальным. Ну, это, опять же, как по мне. Гаст Тоже видоизменен. Очень милый. Тоже сложно бояться такого большого, милого пухляша. С такими глазками, с такой улыбочкой. Следующий это Ведьма. Вот тут прям 5 баллов. Ребята переболтали полностью скин персонажа. И теперь он выглядит очень мило, как добрая волшебница. И, ну, не ожидаешь, что она может тебя завалить. Жители, как это ни странно, не подверглись переработке. Кстати, вот вы можете видеть, что скот тоже переделан. Ну, и лошадь. Что ты, бляха-муха, такое? Жесть. Ну, над лошадью перестарались, как по мне, с кавайностью. Что ж, это было второе место. Мы отправляемся на первое место аниме ресурс паков, по моему мнению. Поехали. Ну, и, наконец, первое место, это аниме Мемес. Аниме пак. Менюшка выглядит вот таким вот образом. Особо сильно не переработано. В отличие от предыдущих ресурс паков, тут даже над текстурами особо не запаривались. Но первое место получает этот ресурс пак за отсылочки к известным аниме. Даже я, любитель данного жанра, не все, так сказать, выкупаю. Вот. Здесь поработали над окружающим миром. То есть, у нас появляется сакура, по-моему, вместо березы или дуба. Теперь это вот такая вот японская вишня. Над животным миром, насколько я помню, не издевались. Над жителями также особо работа не проводилась. Вот. но здесь отсылочки в другом месте. Например, на кроватях. Заходите вы такое в жилище, а тут вот такая красоточка лежит. И таких примеров на самом деле полным-полном. Давайте посмотрим. Ну, вот так вот, но вскидку берем разные кровати. Сейчас поставим и полюбуемся, кто у нас там разлегся. вот такая вот девчулька. Еще есть вот такая вот 18+. Еще раз 18+. В общем, автор ресурспак старался, чтобы заинтересовать аудиторию. И мне кажется, у него это вполне себе получилось. Но не только кроватями мы с вами будем сыты, дорогие друзья. Также переработки подверглись некоторые блоки. они выглядят абсолютно иначе. Ну, не то, что даже абсолютно иначе. Что-то я загнул, Переработке подвергся внешний вид. Теперь на некоторых блоках мы можем увидеть всякие разные такие вот непонятные обычному обывателю вещи. Но, как я и говорил, все это относится к аниме. Все это отсылочки. Вот на примере, кстати, глазури. Это можно показать лучше, чем просто рассказать. Полированный диорит немножко видоизменен, но что-то как-то не очень. Железная руда, я думал, это сердечки, но ее просто видоизменили в угоду общей стилистике. Железная дверь имеет отсылку. Кто знает, как говорится, тот поймет. Кто не знает, загуглите. здесь также у нас отсылки из всяких различных аниме. На люке у нас получается такой же фейс, как и на двери. Серая глазированная керамика имеет на себе отсылку в виде комикса. Кто захочет, переведет. Далее, далее, здесь у нас еще одна отсылочка, по-моему, к джо-джо. Еще одна отсылочка, ну и еще одна отсылочка. Куча отсылок именно к мемам по аниме. Кто в теме, тот, я думаю, порадуется данному ресурс-паку. Вот, ссылочка на все описанные сегодня ресурс-паки будет в описании. скачиваем, развлекаемся, если найдете какие-то модификации, совместимые с данными ресурс-паками и поддерживающими аниме-тематику, да, как некоторые моды, которые имеются на нашем сайте и обзоры, которые имеются на нашем канале, посмотрите, найдете, вот, я думаю, выживание в Майнкрафте станет более веселым. У меня на этом все, дорогие друзья, большое спасибо за просмотр, постарался сделать для вас хорошую подборочку, надеюсь, понравилось. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, ставьте лайк, пишите комментарии, у меня на этом все, пока-пока. Игорь Негода, Продолжение следует...